Меня зовут Николай, фамилия Веселов. Я общественный деятель, блогер. Занимаюсь мошенниками. Ко мне обращаются неоднократно жители Чувашской Республики с жалобами на то, что им периодически поступают звонки с приглашением принять участие для сеансов бесплатного массажа. Здравствуйте, меня зовут Дарья, администратор компании ЕКБ. Я хочу пригласить вас на бесплатное мероприятие в честь открытия медицинского массажного центра в Чепоксарах. Представляется компания ЕКБ. Откуда контакты, телефоны берут, никому неизвестно. Место проведения тоже не указывают, выясняют возраст. Паспорт просит сразу с собой брать именно документы, то есть паспорт, что свидетельство о том, что будут оформляться кредиты договора на продукцию какую-то. Происходит следующим образом. Прозванивают будущих своих покупателей, назначают место, где это будет все происходить. Говорят, что это только презентация, никаких продаж. Второй этап – это якобы проводить какой-либо розыгрыш. Тех людей, которые выиграли, в кавычках выиграли, они разводят по различным углам помещения, садятся с ними и работают. Они оформляют якобы анкеты, но на самом деле они отправляют их данные персональные в различные банки для того, чтобы оформить на них кредит. Люди это очень поздно осознают, ставят свои подписи, якобы получают какие-то либо призы и уходят с ненужным товаром и с большим кредитным грузом на своих плечах. Вот так все это происходит. Себестоимость накидок, которые они предлагают жителям нашего региона, максимум 10-15 тысяч рублей. А лицам, которых они приглашают, эти накидки продают в пределах 200-300 тысяч рублей. Люди, которые заключили кредитные договора, стараются их расторгнуть. Только потом они осознают то, что они совершили большую и дорогостоящую ошибку и не знают, как расторгнуть данный договор. Они ко мне обращаются, я им даю рекомендации, как это сделать. Этот товар, чтобы вернуть продавцу, необходимо найти этого продавца. Но так как они каждый день делают презентации в различных городах, практически найти их невозможно. Удалось расторгнуть 2-3 кредитных договора тем самым. Остальные, ну, не удалось. Просто либо люди поздно об этом сообщили, либо люди сами не захотели, постеснялись обратиться дальше. По нашей информации, на территории Российской Федерации работают 4 такие бригады, которые продают товары по завышенной цене нашим пенсионерам.